Здравствуйте, уважаемые гости и подписчики моего канала. Я всех вас рада приветствовать. Спасибо вам большое за то, что вы поддерживаете мой канал, подписывайтесь, оставляйте свои комментарии, а также оставляйте мне запросы на те видео, которые для вас более интересны и актуальны. Сегодня по просьбе моих подписчиков я сделаю расклад на Яну Прижевскую. Кто такая Яна Прижевская, можно найти о ней всю информацию в интернете. Я также загуглила и узнала, что Яна Прижевская – это экс-супруга российского бизнесмена Евгения Фролова. 14 февраля в 2015 году женщина в возрасте 41 года умерла в больнице. Что я сейчас посмотрю? Первое, что меня будет, конечно же, интересовать – это ее карта. Ее карта – причина расставания с мужчиной. Значит, первое – это ее карта. Будут две карты. Я вновь работаю на тару «Черный гримуар». Причина расставания с Евгением, с ее гражданским мужем. Следующее. В каких она была энергиях после расставания? Мне известно, что она умерла в больнице, но, однако же, она была избита. И нужно посмотреть, кто избил Яну. И мотив насильственных действий против Яны. Ее карта. Значит, что я здесь вижу? Первое. Огромная сила. У нее была вообще огромная мощная сила навязчивых мыслей. Желание все-таки у нее было быть всесильной, завоевать даже то, что ей хотелось, и даже, возможно, знаете как, взять то, что ей не принадлежит. Настолько мощная сила, что она все-таки, эта сила, если ее вовремя не обуздать, она разрушает самого человека. Во-первых, то, что я вижу. Есть ментальный пробой. Возможно, очень сильное, мощное наличие порчи. Также, что такое ментальный пробой, простите, это когда мозг, это же как компьютер. И мозг нахватал определенных вирусов. Нужна была чистка. Ну, я вижу так, это если простым языком, да, и можно так сказать, что на ней была очень мощная порча. У Яны хорошо очень развито логическое мышление. Все свои силы она направляла на достижение поставленной цели. Женщина готова была, в принципе, идти по головам, когда ей это нужно было. Она потыкала все-таки своим желанием и пестовала о своей такие низменные, можно так сказать, желания. Вообще, причину всего этого нужно искать в прошлом. По девятке мечей, то, что я вижу, измены, предательство. Может быть, также со стороны близких людей, родных людей. Сознание у нее было изменено. Вот на этой карте мы видим, что мужчина видит того демона, который живет внутри него. И еще также могу сказать, а с тем мужчиной, с которым Яна жила, она реально могла увидеть его лицо. Лицо демона. Или, возможно, он превратился в этого демона. Вы знаете, что я могу сказать? Что, когда я посмотрела дату рождения Яны, она родилась 21 января 1974 году. Первое, что мне бросается, у нее очень много единиц. Вот что, можно так сказать, что заложено уже в числе ее рождения? Ей дана была огромная сила влиять на людей. Быть известной, уже богатой. Ей было это предначертано, это, знаете, вот бонус от вселенной. И все, за что бы она ни бралась, она могла доводить до, ну, как сказать, до конца. Она могла бы стать, кстати, она могла бы стать хорошим врачом. Она могла бы стать хорошим юристом. Любым хорошим специалистом, если бы она свой потенциал развивала, к сожалению, она попала, вот то, что я вижу, в ту среду, которая ее стала расклевать. Когда у человека есть большие, огромные деньги, у нее перестали быть именно цели, здоровые цели на самосовершенствование. Вот не зря же говорят, что волка кормит ноги. Когда у человека есть цели, он начинает развиваться и расти, преображаться. А здесь мы видим жуткую картину. Она пошла буквально в минус. У нее хорошо была развита память. Она не была вообще отделена умом. И, насколько мне известно, она после школы поехала в Москву и поступила в юридическую академию. Сама. Ну, при всем при том, может быть, конечно же, родители помогали как-то. Но, однако, причины расставания с Евгением. Просите тройка Пентакли. Я буду здесь смотреть в минусе. Вот в этой вот девиации, это пренебрежение отношениями. У людей перестали быть общие интересы. Никто из них не мог уступить и вовремя остановиться. Демоны часто помогают людям выразить себя творчески. Помогают подняться на Олимп. Помогают занять престижную должность, высокое положение в обществе. Человек становится одержим разными идеями. Но, возможно, я также вижу, что Яна перестала видеть берега. И она перестала слушаться своего мужа. Мне нужно еще посмотреть сюда. На карте мы видим, что мужчина в белой рубашке. Возможно, вы знаете, как раз таки не было уже вот этих вот чистоты помыслов, которые были до того. И вот эти вот внутренние их демоны, они могли с ними не договориться. Так, что еще будет в этой карте? Старший Аркан Звезда и Восьмерка Пентакли. Вы знаете, прежде всего я вижу, что вот кто-то из них уже выходил, ну, по всей видимости, все-таки мужчина. Кто-то из них уже выходил на совершенно другой уровень и хотел совершенно другого. Я вижу здесь, во-первых, большую погруженность мужчины в работу, в этот процесс работы. То, что для него было очень важным, все-таки его бизнес и работа. Также я вижу по звезде это расставание. Еще то, что я вижу по Восьмерке Пентакли. Восьмерка Пентакли в гримуаре может говорить о том, что мужчина, возможно, ее подколачивал. Вот то, что я вижу. Вот ей был дан шанс наладить новую жизнь. Новую жизнь и причем вот каждый из них погрузился в свой мир. Вот в том мире, в котором она оказалась. Ведь она могла бы начать новую жизнь и жить абсолютно по-другому. А знаете, а тут идет вот такое, знаете, как очищение. Для Евгении вот это было, ой, простите, для Яны. Это было как очищение. А для Евгения была важна работа. И он все свое время, возможно, они стали меньше видеться, быть близки с друг другом. Для него важно зарабатывание денег, обогащение. И у каждого из них уже свой скелет в шкафу. Вот то, что я вижу. Ну, вы знаете, я еще вот вижу. Несмотря на то, что причина расставания все-таки была неизбежна, потому что уже, как говорится, здесь женщина перегнула все-таки палку. Она как-то не смогла самореализоваться, правильно выразить свой внутренний потенциал, а также выразить свои недюжие способности. Ведь она не была глупой абсолютно. Но вы знаете, вот то, что я поняла по жизни, когда... Вот вы даже заметили, что троечники более приспособляемы к жизни, чем пятерышники. Вот девочка училась, опять-таки, замечательно, прекрасно. Ей было дано очень много. Приехала в Москву, познакомилась с прекрасным, замечательным, ну, будем так говорить, да, мужчиной, который имел огромный свой бизнес. У него были миллионы. И, в общем-то, живи и радуйся. А тут на нее это, знаете, как сработало. Она стала катиться вниз. Почему ты не используешь свой потенциал? Ведь ты же умная. Ведь ты же умная. В каких она энергиях была после развода? Паш Пентакли. Вы знаете, энергия, сосредоточенность на себе. Это также, вы знаете, я могу сказать, что за ней кто-то все равно следил. У нее были попытки выйти на новый уровень. Есть у нее материальная стабильность. Однозначно есть какие-то планы. Она пытается, знаете, вот найти выход из положения. Также Паш Пентакли может обозначать молодого мужчину, который в этот момент находился возле нее. И мне нужно посмотреть дополнение. Молодой мужчина, как правило, Пажи, это у нас возраст, ну так будем говорить, от 17 до 25 лет. Это у нас Пажи. Ну Пажи это вообще дети. Ну как бы, ну давайте, ну не может же быть у этой взрослой женщины, да, 17-летний парень. Но тем не менее, вот так вот, от 17 до 25 лет. Что еще есть в этой карте? Есть умеренность и пятерка жезлов. Вы знаете, все равно я понимаю, что вот в каких она была энергиях. Да, она проходила путь очищения. Вот как будто вот те испытания, которые дальше у нее пошли по жизни, как будто она проходила вот очищение вот через эти какие-то свои душевные страдания, которые она впоследствии имела. Так же я могу сказать, она как будто как что-то кому-то дает. И причем дает не одному человеку. И возможно даже те люди, которые ее окружали, как будто уже ожидали от нее чего-то, понимаете? То есть чтобы она что-то дала. Но то, что для нее было ценно, важно, вот я могу так сказать. Ну, те приоритеты, которые для нее были важны, цены, она вот не только приоритеты, а какие-то такие блага, она кому-то что-то как давала. По пятерке жезлов могу сказать, это все равно идет соперничество. И здесь на карте, в пятерке жезлов, две женщины. Могу сказать, что в ее жизнь вошли две женщины. А две женщины, это идет, знаете, как вот такое вот... Но ими кто-то управляет. Здесь энергия идет гордыни, жадности, зависти. Я вижу, что на Яну идет воздействие на ЛП. А столкновение, вот знаете, еще есть такое столкновение людей лбами. Разделяй, но властвуй. Те, кто был рядом возле Яны в этот момент, этим людям было очень важно, чтобы как можно меньше возле нее осталось людей из прошлого. Ну, по всей видимости, их и вообще не осталось. Что я могу еще сказать? Идет нарушение вот гармонии и порядка. Я все равно вижу на нее воздействие. Люди как будто ей пользуются. Знаете, вот вижу так. Давайте посмотрю, кто ее убил. Карта Отшельник. Для меня это человек... Это не только карта одиночки, да? Это можно так сказать. Она жила уже в отшельничестве, она была одинока. По всей видимости, всеми забыто и заброшено. Ну, значит, она, по всей видимости, тоже так же хотела. И здесь, знаете, по карту Отшельник, это вообще идет, как сказать, карта глубокого, одинокого старика. Ну, возможно, у Яны уже было такое здоровье. То есть здоровье... То есть, несмотря на свой молодой достаточно возраст, она была дряхлая. А убил, я вижу, человек наемный. Какая у меня еще идет информация? Башня. Во-первых, здесь по башне однозначно идет, во-первых, какой-то конфликт и огромная ссора. Я вижу еще одного возле нее человека. Какой-то рыцарь... Ну, как какой-то, не какой-то. Рыцарь Кубков — это человек, который много говорит, но мало делает. Читает стихи, поет серенаду, но при этом из себя ничего не представляет. Он может быть также альфонсом. Знаете, прибежал, воспользовался и убежал. Здесь я вижу много очень информации. Возможно, информацию они и собирали. Было обольщение. Вы знаете, запудрили мозг. Кубки — это же что еще? Это может быть алкоголь. Вот я могу вам писать этого человека. У него серо-зеленые глаза. Могут быть либо светлые, либо темно-русые волосы. Примерно от 30 до 40 лет. У него есть машина. Так как мы видим за ним горы, то, возможно, человек мог находиться за границей, часто, часто посещал. Он, а я не знал все. Я вижу, что здесь могли быть задействованы какие-то деньги. Замешаны были какие-то деньги, понимаете? Ну, я вижу, что как будто как наняли. И по императору мотив насильственных действий против Яны. Нарушение порядка, нарушение дисциплины. Это могут быть долги. Это могут быть все, что связано с финансовыми ресурсами и с властью. Ну, какая у нее была власть, да, после того, как она лишилась покровительства своего мужа? Ну, вот, возможно, вот она не с теми людьми связалась. Я уже описала. Во-первых, то, что я вижу. Как минимум, возле нее оказываются две женщины, которые были подосланы. Это три человека. Плюс молодой мужчина. Это четыре, пять, шесть человек, которые вошли в ее жизнь. В принципе, которые ей помогли до конца свою жизнь разрушить. Вот то, что я вижу. Так, еще мне нужно посмотреть. Все-таки мотив. Какая пойдет информация? Мотив. Ну, мотив. Вообще нужно было, знаете, я так могу сказать, вот в этой всей истории нужно искать женщину. Еще. Били ее, могу так сказать, профессионально. Убивать ее не хотели. Но не рассчитали. Корни нужно искать в семье. По всей видимости, каким-то образом она утомила своего бывшего мужа. Возможно, у него уже на тот период появилась женщина. И вечный, как сказать, Яна же наверняка страдала, ведь у нее же были дети от этого мужчины. Возможно, она как-то ему докучала, писала смски, звонила. Ее нужно было убрать. Ну, возможно, ее как нужно было убрать? Припугнуть. Так, чтобы она больше не появлялась и чтобы она исчезла. Все. Убивать ее никто не хотел. Но на самом деле здесь был перебор. И я так могу сказать, что тот человек, который это сделал, который он нанял, этого человека, который пришел и избил Яну, он будет наказан. И также будет наказан тот человек, который нанял. Вот все, что я могу сказать. Это все не просто так. Здесь настолько запутанная история. Восемь человек вошли в ее жизнь, которые принесли в ее жизнь разрушение. Она, самое главное, что Яна-то не смогла стать хорошей матерью для своих детей по десятке кубков. И здесь еще, возможно, страдали как-то дети после того, как Яна уже ушла из дома. Понимаете, здесь очень много задействовано людей, интересов, страданий. Не только со стороны Яны, но и также в той семье, где остались дети. И многое тут чего, конечно же, не ясно. Убивать ее никто не хотел. Ее хотели припугнуть. По всей видимости, как-то там над ней поиздевались. Что-то там, как-то, ну, могу так сказать, подколотили ее. А по факту здоровье у нее было слабое. И, в общем-то, тут перегнули палку. Но я могу-то еще раз повторяю. Били ее профессионально. Это не были просто случайные какие-то бандиты, которые зашли к ней и побили ее. Никто не найдет никаких следов, потому что, в общем-то, был человек и нет человека. Но она через свои вот эти физические страдания и мучения, когда она развелась с Евгением, разошлась с Евгением, вот как бы там ни было парадоксально, но после Фролова она приняла путь очищения. Все мы на земле гости. У гроба карманов нет. И Яна через эти страдания, она очистилась. Она приняла мученическую смерть, потому что, по большому счету, она не была злобной, знаете, такой вот коварной. Она неправильно была сориентирована по жизни. Здесь надо искать проблемы в ее семье, в ее воспитании и в прошлых взаимоотношениях. Берегите своих детей. Берегите себя. Всего вам доброго. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова